Приветствуем всех у нас на канале. Сегодня в выпуске следующие новости. Sony представила список игр для владельцев подписки PlayStation Plus в грядущем месяце. Компания Кадакава официально анонсировала производство второго сезона аниме-адаптации манги «Звездное дитя». Издание IGN стало автором утечки новых скриншотов меню из Payday 3 и многое другое. Atlus представила новый трейлер «Грядущие Persona 5. Тактика». Ролик посвятили персонажу по имени Моргана. Напомним, релиз проекта намечен на 17 ноября для ПК, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Студия Ягер сообщила о закрытии бесплатного шутера The Cycle Frontier. Такое решение было принято, несмотря на успешный запуск с двумя закрытыми тестированиями и достойными результатами после полноценной премьеры. Сервера будут официально отключены 27 сентября текущего года. В сеть слили подборку скриншотов из превью версии Payday 3. Изначальные изображения появились в материале издания IGN, но после выхода публикации разработчики из студии StarBreeze потребовали от журналистов вскрыть ее. На кадрах изображены такие подробности меню персонажей, как выбор героя и снаряжение. Напомним, релиз Payday 3 намечен на 21 сентября. Создатели модификации Fallout London выпустили свежий ролик о прогрессе в разработке за второй квартал. В нем продемонстрировали процесс создания и готовую версию Трибушета, новые 3D-модели снаряжения, коллекционных предметов, оружия и элементов окружения, постеры, рекламные плакаты и специальный комикс, посвященный модификации, свежие кадры с дизайном различных локаций и уровней, а также отрывки из оригинального саундтрека. Помимо этого, команда объявила о переносе сроков выхода с третьего на четвертый квартал текущего года. Решение оправдали с запуском Starfield. Компания Кадакава объявила о начале производства второго сезона аниме-адаптации манги «Звездное дитя». Официальный анонс появился после окончания 11 эпизода. Вместе с этим также представили специальный трейлер. Сроки премьеры продолжения шоу на данный момент не раскрываются. Британская газета Daily Mail сообщила о начале съемок второго сезона «Песочного человека», а также опубликовала первые фотографии с производственной площадки. По словам журналистов, изображения сделаны на юрском побережье, находящемся в южной части Англии. На них можно увидеть актера Тома Стариджа, исполняющего роль Морфея, и еще одного не появлявшегося ранее героя. Напомним, анонс продолжения сериала состоялся в ноябре 2022 года. На данный момент у него нет даже приблизительной даты запуска. 11-Bit Studios заключили соглашение с Microsoft по выпуску некоторых своих проектов в подписочном сервисе Game Pass. Об этом польская студия рассказала вчера вечером, 28 июня. Также соответствующее заявление появилось в местных деловых СМИ. По словам руководителей компании, выпуск проектов в Game Pass окажет значительное влияние на ее финансовые результаты. Полный перечень тайтлов, включенных в библиотеку, обещают представить позже. Отметим, что это уже не первый раз, когда 11-Bit Studios появляется в Game Pass. На данный момент владельцам подписки доступны This War of Mine, Frostpunk и Moonlighter. Sony официально представила список бесплатных игр для подписки PlayStation Plus на июль. Так, в следующем месяце ее обладатели получат Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered и Endling Extinction is Forever. Проекты будут доступны в период с 4 июля до 1 августа. До этого времени компания отдает NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 и Track to Yomi. Tale Worlds Entertainment представили свежие дневники разработчиков Mountain Blade 2 Bannerlord. Ролик посвятили грядущим изменениям. Команда планирует добавить поля сражений, убежище для завоевания, обновление элементов брони, погоду, влияющую на снаряжение, гироскопическое прицеливание и тактильную обратную связь на контроллере DualSense, а также возможность переносить сохраненные игры с PlayStation 4 на PlayStation 5. Студия TheoryCraft Games, состоящая из ветеранов Valve, Blizzard Riot Games и Bungie, представила свой дебютный проект под названием Project Loki. Игра представляет собой смесь League of Legends, Apex Legends и Super Smash Bros. По задумке авторов, на большой карте будут соревноваться команды по 4 человека. Упор делается на командную игру, отдаленно напоминая Heroes of the Storm. Персонажи смогут получать аналоги заклинаний призыва из League of Legends, обыскивая локации, уничтожая монстров или членов вражеских команд. Разработчики также обещают отсутствие системы Pay-to-Win и монетизацию, позволяющую приобретать только косметические предметы. На данный момент Project Loki создается только для ПК. Сроки релиза неизвестны. Издатель THQ Nordic и разработчик Heimimond Games представили свежий трейлер ролевой стратегии Jacked Alliance 3. Роли посвятили некоторым наемникам, а также демонстрации их способностей в бою. Согласно описанию, каждый из них обладает своими уникальными навыками, сильными и слабыми сторонами, а также личностными качествами, к примеру, может быть эффективным лидером или опытным механиком. Также отмечается, что необходимо следить за отношениями в команде, ибо наличие враждебности друг к другу между членами отряда может повлиять на эффективность сражений. Релиз Jacked Alliance 3 ожидается 14 июля на ПК. Студия Clubator анонсировала продолжение своего симулятора управления средневековой таверной Crossroads Inn 2. Сюжет развернется на континенте Делкри с поделенным на три страны Юривейл, Унтермарх и Самбрию. В каждой нации представлены уникальные цветовые схемы и стили. Продолжение создается на основе оригинала и будет включать в себя все его геймплейные механики, а также новые опции и элементы сюжетной линии. Авторы обещают обновленную систему NPC, которая обеспечит повышенный уровень правдоподобия и разнообразие персонажей. Так посетители заведения смогут принимать решения под влиянием созданной игроком среды, делая взаимодействия более реалистичными. Еще изменилась система управления персоналом. Подробностей о ней пока нет, но известно, что она позволит сделать геймплей более динамичным. Премьера запланирована на 2024 год, пока без точной даты. Студия Turn 10 подтвердила количество автомобилей, которые будут представлены на запуске новой Forza Motorsport. На данный момент команда готовит свыше 500 машин. В то же время отмечается, что, скорее всего, автопарк будет расширяться по мере выпуска новых наборов, которые запланированы на будущее. Напомним, премьера Forza Motorsport намечена на 10 октября для Xbox Series и ПК. А теперь календарь событий на завтра, пятницу, 30 июня. Состоится релиз System Shock 2 Enhanced Edition. Крайму Клок выйдет на ПК и Nintendo Switch. Появится второй фильм дилогии Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos. И выйдет консольная версия Goodbye World. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по всему услугам. Также напоминаем, что у нас есть канал в Лиде ТикТок, где в 9-17 часов по Москве выходят короткие сводки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Большое спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok